Служение Слова Благодати представляет Программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев. Миром благословенны, в эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как относиться верующим родителям к детям, которые выходят замуж за неверующего, не знающего Бога человека. Нам прислали такой вопрос. Моя сестра была членом церкви и вышла за неверующего. В нашей семье это очень болезненно переживают, осуждают, не хотят общаться и знакомиться с мужем сестры. Как правильно поступать? Один из очень сложных вопросов, в котором пересекается несколько граней. И, наверное, одна самая первая, которая лежит на поверхности, это теологическое объяснение этого явления, когда верующий соединяет свою жизнь с неверующим. Вторая грань — это грань взаимоотношений, каким образом строятся взаимоотношения с такими людьми. И здесь нужно разобраться во всем детально. Если человек не разберется во всем, то, скорее всего, реакция будет эмоциональная. Или в одну сторону, или в другую сторону. И достаточно часто в таких ситуациях взаимоотношения нарушаются так, что они становятся хуже, чем могли бы быть. И ухудшается общее положение, духовное положение. И того, кто находится в таком грехе, в греховном состоянии, и человека или людей, которые вокруг этого. А если по порядку разобраться, то нужно посмотреть на первый вопрос. Что происходит, когда верующий вступает в брак с неверующим? Писание запрещает это делать, очевидно. И хотя на этот вопрос были разные точки зрения, некоторые люди в истории церкви, даже в истории русских и евангельских церквей, мы знаем, были периоды, когда некоторые братья, они как бы поощряли даже к этому. Чаще это касается сестер, мужчин меньше в церкви, братьев или парней меньше, за кого можно потенциально выйти замуж. И некоторые шли на такой шаг, что они или смотрели сквозь пальцы, или даже поощряли, как бы вы вступаете в брак, и вдруг потом приведёте их голову. В этом отношении нужно прийти к ясному убеждению. И из всего, что мы видим в Священном Писании, Писание говорит о том, что брак верующего с неверующим — это грех, это греховный поступок. То есть это первый вопрос, который нужно ясно сформулировать. Потом мы приходим ко второму вопросу. «Что же делать с человеком, который пошёл на такой шаг?» Этот вопрос немножко сложнее. Сложнее, потому что здесь есть много разных мнений относительно того, как вообще поступать с отлучинами, или как относиться с людьми, которые знают истину, но они поступают против неё. Есть вот самых категоричных, которые избегают какого-либо общения, каких-либо контактов вообще с этими людьми, и до тех, кто не придаёт этому значения вообще. На мой взгляд, исходя из того, что мы видим в Священном Писании, это отношение должно быть как к неверующему человеку. Евангелие от Матфея, 18 глава, где Иисус объясняет процесс восстановления согрешившего и говорит о том, что последняя ступень в том случае, если человек не кается, будет выражаться в том, что этот человек добудет тебе как язычник и мытарь. То есть относись к нему как к неверующему человеку. Если человек осознанно идёт против Божьего Слова, у нас есть основания считать, что этот человек недостаточно серьёзно воспринимает Бога и Его Слово соответственно, что он сознательно идёт против Него. И вот в этой ситуации мы имеем основание думать, что он неверующий. Он, конечно же, может говорить, что он верит в Бога, он говорит, что он не против Христа, он во всех других, может быть, каких-то сферах может выражать то, что он за Христа. Вот в каком-то конкретном вопросе он поступает прямо, или она поступает прямо, нарушая то, что Господь говорит. Так вот, когда мы определяем то, что этот человек неверующий, теперь наше отношение к этому человеку, оно должно исходить из этой предпосылки. Этому человеку нужен Христос, Этому человеку нужно осознать Божье величие, Этому человеку нужно осознать серьёзность того, что Бог говорит. Этому человеку нужно понять, что Божье Слово, оно сильнее и важнее наших любых каких-то философствований или попыток объяснить нашу жизнь с той или с другой стороны. И вот здесь каждому человеку нужно понять, какой же лучший подход будет в данной ситуации. Есть разные люди, есть люди, которые ведут себя нагло и дерзко, и им, может быть, нужно немножко более конкретный, более жёсткий какой-то подход. Есть люди, которые явно находятся в каком-то смущении, человек где-то увлёкся чем-то. Мы видим, как даже великие мужи Божьи увлекались где-то, где-то эмоциями, где-то страстью. И нам нужно понимать, что эти люди нуждаются в том, чтобы показать им Христа, чтобы снова и снова объяснять им, что им нужно смирение и сокрушение перед Богом. Им нужно сокрушение сердца. Как я уже сказал, что в каждом конкретном случае это будет отличаться, будет своеобразно. Вот почему здесь нет каких-то общих стандартов. Здесь нужна мудрость, нужен страх Божий, нужно понимание серьёзности этого явления. То есть если молодой человек или девушка выходит замуж за неверующие, то это обязательно причина для отлучения? То есть обязательно церковь должна отлучить его? Так говорит Библия. Библия говорит о том, что если человека обличают, и человек не принимает, если человек не кается, то написано, да будет тебе, как язычник и мытый. То есть на основании того, что общего у мира со тьмою, уверенного с неверным? Здесь есть несколько, это один из текстов, что общего уверенного с неверным. Вот, чтобы не впрягайся в одно ярмо с неверным. Но кроме того, есть достаточно много общего представления о браке, которое говорит о том, что брак требует согласия в главном. Это согласие в том, кому мы подчиняемся, кто является главой, кто является стандартом. И для верующего человека один стандарт, для неверующего человека совершенно другой стандарт. То есть, ну, а если хорошее отношение у семьи, очень. И пошла все равно против родительского желания, против Писания, как родственникам, нужно ли им вообще идти на такую свадьбу? Если нет, то как раз не является его здесь вот... То есть, если бы я пошел, может быть, в этом и есть проявление любви, заботы, и я покажу Христа своим поступком, наоборот. Как я уже сказал, что в каждой конкретной ситуации нужна мудрость для того, чтобы определить, какой же лучше здесь будет подход. Нам очень конкретно сказано, что мы не можем благословлять греховные действия, кого бы то ни было. Но, на мой взгляд, при этом нужно сделать все для того, чтобы сохранить вот этот разговор, сохранить возможность влияния на этих людей. И, наверное, один из самых главных вопросов — нужны пути, по которым мы можем показывать этим людям, что мы их любим. Когда речь идет или ситуация превращается в какую-то месть, противостояние, вот это самое плохое. Но вот часть все-таки происходит. Либо явное противостояние, либо потворство греху. И все это связано с отсутствием зрелости, отсутствием или крайним недостатком такого зрелого глубокого подхода к конкретной ситуации. И в очень многих ситуациях у нас нет простых черно-белых ответов. В очень многих ситуациях нам нужна действительно мудрость в том, чтобы мы, понимая опасность положения, и, имея любовь к этим людям, мы могли строить или находить, искать перед Богом самый эффективный путь, как мы можем помочь им. Спасибо, Алексей Алексеевич. Замечательный ответ. Друзья, спасибо вам, что вы присылаете нам ваши вопросы. На сегодня все. Храни вас Бог. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.слово.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Вайбер и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio.slово.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok